Стереотип В основном, данный стереотип складывается из-за фильмов, в которых показаны немцы, преимущественно военных. Однако сами немцы во время разговора не перепрыгивают с тон на тон и не кричат во все горло. Из-за этого немцы кажутся скорее холодными и сиркими, нежели агрессивными и экспрессивными. Но когда ты начинаешь учить язык, то понимаешь, что это всего лишь стереотипы. Немецкий мягкий и спокойный. Второй стереотип. У немцев нет чувства юмора. Это неправда. Но для того, чтобы понять всю суть немецкого юмора, необходимо прекрасно знать язык и особенности культуры Германии. Третий стереотип. Немцы негостеприимны. Естественно, все зависит от конкретной семьи. Тем не менее, немцы частенько заглядывают друг к другу в гости. Но перед этим обговаривают формат посещения. Если вас зовут на кофе, значит в гостях вы ничего не сможете выпить, кроме кофе. Когда же немцы зовут к себе на ужин, то не ставят себе цель поразить всех своим кулинарным мастерством. Главная цель – общение. Четвертый стереотип – культуральность. Немецкая культуральность известна почти всем с самого детства. Особенно выделяется немецкой нелегубой к познанию. Однако, туристический опыт показывает, что немцы вовсе не отличаются какой-либо особенной культуральностью. А сами немцы не выделяют культуральность как национальной особенности. Например, в немецких кузах студентам официально разрешено опаздывать на 15 минут. Это называется академийшей пиртельштукой. Пятый стереотип – прелетий рейх. Современная Германия – это не третий рейх и ничего общего с ним не является. Сейчас действуют совершенно другие законы, которые, к слову, ограничивают людей, романтизирующих идею о том, что гибель. Также процент неонацистов в Германии ничтожно мало. Удивительно, что в 21 веке мы можем обнаружить людей, которые привзято относятся к Германии из-за ее исторического прошлого. Даже можно обнаружить людей, которые относятся к немцам с неправильной, нерациональной и нерманофобской агрессией. Например, к независимой организации антибашистов. Хотя, казалось бы, должно быть все наоборот. Последний стереотип – это немецкая музыка. Многие думают, что немецкая музыка является жесткой и тяжелой. Скорее всего, данный стереотип навеян музыкой индустриальной металл-группы «Рамштайн». Также нельзя отместить влияние Рихарда Вагнера, который принес тяжесть классического музыку. Однако немецкая народная музыка совсем не отмечается особой тяжестью. Наоборот, в ней легко находятся легкие и запоминающиеся мотивы, доступные для любого слуха. В заключение, мы лишь хотим сказать, что немцы такие же люди, как и мы. Поэтому не стоит формировать свое мнение о стране, лишь восприятие. Каждая народность в мире уникальна. И у каждой из них есть свои характерные особенности. Именно эта уникальность сделает наш мир таким ярким и разнообразным. Субтитры создавал DimaTorzok